В последние несколько десятилетий Куяльницкий лиман постепенно высыхал. Однако три года назад экологи и гражданские активисты добились, чтобы водоем соединились с морем с помощью трубы. Осенью или зимой, как только наступают оптимальные погодные условия, вентили открывают, чтобы наполнить Куяльник. На реализацию проекта в 2013-м потратили больше 25 миллионов гривен. За три года эксплуатации трубы чиновники планировали повысить уровень воды в лимане на полметра. Но не получилось. Он все время колеблется. Кроме этого, по словам экологов, морская вода отчасти вредна для легендарных лечебных грязей Куяльника. Морская вода недостаточно чистая. Там очень много тяжелых металлов. И эта вода, которая подается в Куяльницкий лиман, она постепенно накапливает этот груз тяжелых металлов. Это тоже риски. Можно подавать Днестровскую воду, но она получается достаточно дорогая. Она якобы уже очищена, идет с станции Днестр в Беляевке. Ее дорого туда отдавать. Еще один вариант сохранения лимана – это соединить водоем с рекой Большой Куяльник, говорят специалисты. Но прежде ее необходимо очистить от вредных веществ, в том числе и пестицидов. А для этого нужна специальная государственная программа. Тем не менее, экологи уверены, предугадать, как пресная вода повлияет на лечебные грязи, сложно. Человек об окружающей среде знает очень мало. И для того, чтобы правильно действовать, нужен постоянный мониторинг и постоянные выводы делать. То есть видим, что-то не так, прекратили. А мониторинг состояния Куяльницкого лимана, насколько мне известно, существляется фрагментарно. Между тем, морская вода продолжает поступать в Куяльницкий лиман. Конечно, сейчас состояние водоема намного лучше, чем три года назад. Но определенные риски есть. Проблему нужно решать в комплексе и как можно скорее. Наталья Осотенко, Виталий Гарнов и Руслан Пейков. Первый городской.